Культовая для домичей книга, художественная литература, которая была написана в начале 20 века и как-то немного несправедливо забыта. Томские трущобы, эту тему предложила мне мой научный руководитель Наталья Вениаминовна Желякова в рамках обучения в аспирантуре филологического факультета. Потому что региональная литература в принципе слабо изучена, а авантюрный роман в региональной литературе тема вообще не паханая, поэтому можно изучать его просто бесконечно. Копия одного из первых изданий 1909 года, взята она нами в Пушкинской библиотеке. И, наверное, самым интересным будет издание 1967 года, которым занимался, можно сказать, энтузиаст Владислав Дружинин. Научной библиотеке переснимал главы романа и затем проявлял пленку, то есть это был обычный пленочный фотоаппарат. И затем они набирали это все, сшивали в книгу, то есть это такой самый издат. Многие удивляются, а как книжки из 90-х, вот эти две тоненькие, почему они так распухли? Потому что мы восстановили большую часть романов, это около 40-50% текста. Его никто ранее не читал, потому что он не был опубликован. Книжка в 90-х заканчивается тем, что мы не нашли продолжение, извините, пожалуйста, оказывается, не там искали. Наталья Вениаминовна нашла продолжение, сказала, слушай, вот это еще один мотив для того, чтобы переиздать роман. Да, это свежий, это свежий тираж переиздания этих знаменитых романов «Томские трущобы», «Человек в маске» и «В погоне за миллионами», не оконченный, правда, роман. Тираж получился самым большим, 500 экземпляров. Вроде бы он такой маленький, конечно, если смотреть тиражи других каких-то изданий, 500 экземпляров это, ну, буквально штучная продукция, наверное. Вот, но для меня лично он самый большой. Еще в первом тираже у нас был «Свой человек в маске», как мы его назвали. Это был спонсор, который позвонил, сказал, у меня есть 50 тысяч, вы ищете спонсора, я вам их дам. Я такая, ну, давайте. В этих томах не только мои иллюстрации, появилась еще девушка, которая написала, я графический дизайнер, я рисую. Я говорю, мне нужны иллюстрации. Она говорит, окей, я сделаю, все. Желание... Я бы... В планах у нас еще одна из моих меч, наверное, которая сейчас вот стоит, если с тиражом все будет хорошо и получится его продать. Я не встречу Новый год в куче книг, не проданных в долгах. Если этого не случится, все будет хорошо, то мы можем записать аудиокнигу. Я думаю, каждый уважающий себя томич хочет прочесть эту книгу и даже иметь в своей библиотеке. А вы читали? Конечно, когда готовились. Книга о Томске, и для томичей важно возвращаться к корням, к истокам, возвращаться к литературе, которая была создана здесь, создана сибиряками, потому что это уникальный роман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова